Прием по личным вопросам провел сегодня глава республики Михаил Игнатьев. Эльвира Ивановна всю жизнь проработала в школе. На пенсии тоже не сидит без дела. Односельчане выбрали ее председателем правкома работников образования. Однако на прием к главе республики женщину привели проблемы не в образовательной сфере, а в медицинской. Односельчанку Эльвира Ивановна на днях парализовала. За помощью пришлось ехать в участковую больницу, которая находится за 7 километров от деревни Ергунькино. Ситуацию, когда счет идет на минуты, могло бы изменить наличие в деревне фельдшерско-акушерского пункта. Михаил Игнатьев воспринял трагедию как свою собственную и пообещал взять под контроль лечение женщины. Что касается строительства ФАПа. Финансовые средства мы в республиканском бюджете в 2015 году на этот ФАП предусмотрели. Там будет комфортно. В течение буквально нескольких месяцев мы должны построить и вести эту эксплуатацию. К вам будет одна просьба, чтобы вы осуществовали общественный контроль, как там строители будут это строить. В строительстве нового объекта нуждаются и жители Комсомольского района. В Полево-Яужскую школу ходят 93 школьника со всего района. В общеобразовательной школе более полувека. Здание давно уже не отвечает современным требованиям. Кроме того, учиться в деревянной школе небезопасно. У нас проектные работы по строительству новой школы завершены. Сейчас в районе ведется документация по формированию аукциона. И я именно хотел обратиться к главе Чувашьей республики по вопросу строительства новой школы. На 165 мест, с детским садиком на 40 мест. Я сам в этой школе же учился. И мечта моей жизни, можно сказать, всей моей жизни – это вот работать и учиться в новой школе. Михаил Игнатьев отметил, что строить новую школу надо обязательно. Однако план застройки необходимо скорректировать. Хорошо, значит. Мы сейчас посмотрим, насколько реально вы посчитали и проспроектировали на 165 человек. На 165 детей плюс садик на 40 мест где-то принимается. Но садика нет вопросов. Может быть, мне 165, может быть, нам придется сузиться. Вот эти цифры, где-то процентов на 20 можно сократить сразу. Майя Гаврикова обратилась к главе Чуваши с культурным предложением. В 2017 году чувашскому композитору Виктору Ходяшеву исполнится 100 лет. К этому времени женщина предлагает установить мемориальную доску. Михаил Игнатьев поддержал инициативу. Также обсудили вопрос о выделении гранта поисковому отряду 57-й школы на покупку специального оборудования. Ребята выезжают на раскопки в местах крупных сражений Великой Отечественной войны. Именно искатель им необходим. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.